Существенные перемены ждут местное самоуправление. Депутаты приняли областной закон о главах городских округов, который отменяет прямые выборы. Вместо одной должности мэра появятся две – главы администрации или сети менеджера и главы города. Первого будет назначать конкурсная комиссия, второго – избирать депутаты местных дум из своего состава. У нас вводится такое понятие, как глава администрации, которая будет назначаться представительным органом по рекомендациям комиссии, которые будут избираться из состава представительного органа и правительства в Акстерской области. Система не нова, не первый год она работает более чем в половине столиц российских регионов. Задумка реформы – назначить на должность сети менеджера эффективного управленца, который будет ведать вопросами финансов и хозяйственной части. По словам Виктора Дерябкина, новая система позволит усилить механизм парламентского контроля деятельности глав администрации и их ответственности. Сейчас действующая модель, то есть главой ее городского округа может практически любой стать, кого выберет население, наши избиратели. При этом никаких требований не предъявляется ни со стороны законов, нет нормативных актов, которые бы говорили, что глава должен соответствовать таким-то требованиям. В частности образования, в частности опыта работы, управленческих качеств и прочее, прочее, прочее. Ничего этого не будет. Закон вступит в силу с 1 января 2015 года. В Ростовской области под него попадают 11 городских округов. Это значит, что с окончанием полномочий действующих мэров новых руководителей будут назначать уже по-другому. Предполагается, что в 2015 году так произойдет в Ростове, Волгодонске, Гуково, Донецке и Каменске-Шахтинском. Депутаты отмечают и другие преимущества – финансовые. Конкурсный отбор сети менеджеров позволит сэкономить на выборах до 200 миллионов рублей. Эти деньги планируется потратить на развитие городов. Кроме того, парламент принял поправки в избирательное законодательство. Изменился порядок голосования на областных и муниципальных выборах. На смену волеизъявлению по открепительным удостоверениям пришло досрочное. Возможность голосования по открепительным удостоверениям отменяется, заменяется на возможность досрочного голосования. Серьезные изменения внесены в социальное законодательство. Парламентарии на четверть увеличили выплаты семьям, воспитывающим детей инвалидов. Это касается усыновителей-попечителей. Принято решение на 25% увеличить это денег на содержание. На сегодня 8101 рубль. Мы предлагаем 10127 рублей. Сегодня на Дону у опекунов и попечителей находятся 178 детей-инвалидов. И 46 таких детей живут в приемных семьях. Примечательно, что пособие решено увеличить с 1 января текущего года. А для этого необходимо его пересчитать. То есть с принятием закона семьи получат компенсацию за разницу в выплатах за прошедшие месяцы. Законодатели надеются, что после принятия этих поправок найдется больше желающих опекать детей с ограниченными возможностями. Сергей Мирошниченко, Анна Ларченко, Сергей Зайцев. Главные новости.